Как ни играй, куда ни пойди, Кто бы не встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познаёт, Смелее котики вперёд! Мяу! Котики вперёд! Делись и больше не дерись! Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Смотри, щётка! Гребень! Откроем парикмахерскую! Для пуделей! В Пудельграде! Да! Мяу-мяу, котики, вперёд! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и поспешили на самую модную улицу Пудельграда в собственный салон красоты. О, фантастика! Да! Скорее бы пришёл первый посетитель! То есть посетителем! Ух ты! Гаффи, Гаффи, класс! Нам нужны изыскные прически! Мы принимаем участие в престижной выставке собак! В каком стиле? В роскошном! Да к тому и быть! Садитесь! Итак, Гаффи, приступим! Котя, если мы постараемся, все будут приходить к нам в салон! Да! Я такую прическу сделаю! Закачаешься! Ну что, посмотрим! Возьму бигуди, гель, ленту, блёски и краску для шерсти! Всё, что нужно! Вот что, Тяффи! Завивка будет тебе к лицу! О, завивка! Вуаля! Теперь гель! Кудряшки! Отличная мысль! Нет, Катя! Бигуди мои! Я их с полки взял! Но у тебя лишние остались! Ну и что? Они мои! Ладно! Хм! Ей очень пойдёт бантик! Да! Бантик! Шаман! Нет, Катя! Это моя лента! Её хватит нам обоим! Она моя и точка! Тогда краска моя будет! Эй! А ну отдай! Я хочу сделать Тяффи красивым! Скандал! Возмутительно! Эй, отдай! Сама отдай! Она моя! Нет, моя! Вот и нет! Вот и да! Отдай краску! Безобразие! Никогда не бывать вам стилистами! Ха-ха-ха! Что мы натворили? И тут появился таинственный незнакомец! Что приключилось? Мы делали пуделям роскошные прически, а получился роскошный скандал! Как вы умудрились? Катя отбирала краску, и она брызнула! Зачем же отбирать? Он не хотел делиться! Он не дал мне ничего! Но всё моё! Твоё? Ты это принёс из дома? Нет! Я с полки достал! Выходит, эти вещи общие? Да, но они мне нужны! Мне тоже! А если бы ты всё-таки поделился? Ну, Катя бы не разозлилась, и краска бы не брызнула, и пудели бы не убежали! Эй! Я понял! Поделись, и тогда каждый сможет сделать то, что задумал! Стильно сказано! Спасибо, мам! Эй, как вы догадались! Давай заново, Катя! Но в этот раз мы всем поделимся! Не важно, кто первый возьмёт! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь поспешили в салон красоты! Но только в этот раз! Катя, возьми бегуди! У меня лишние! Спасибо! Вот! Это мус для завивки! Ух ты! Летто держи! Для бантика! Теперь добавим немного цвета! Покажи! Смотри! Вуаля! Превосходно! С такими прическами первое место нам гарантировано! Кто ваш стилист? Котя и Катя, конечно! К другим мы с ним не ходим! Благодаря Коте и Кате Тяфи и Гаффи заняли на выставке собак первое место! А собачиться друг с другом – последнее дело! Победа! 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 Так не договаривались! Во что сегодня поиграем, Катя? Давай заглянем в коробку! Смотри, Катя, тут кинокамера и мегафон! Мы станем режиссерами! Да! И сможем съесть собственный фильм на Кис Мяу Студии! Мяу-мяу, Котики, вперед! Когда Катя и Котя выпрыгнули из своей волшебной коробки, их комната преобразилась в настоящую киностудию с потрясающими декорациями! Ого, тут так здорово! Посмотри, в этом кинотеатре мы сможем показать свой фильм, когда закончим! Да! Теперь нам нужно найти актера! Кто-то здесь искал актера? Вы его нашли! Я могу жонглировать, показывать фокусы и делать все глупости, какие пожелаете! Правда? Правда! Обещаю! Похоже, мы нашли звезду! Но прежде чем мы начнем, вы должны пообещать кое-что мне! Что? В вашем фильме я станцую свой учигучий танец! Обещаем! Значит, уговор! Готово! Снимай, Котя! И... мотор! Жил-был один эльф, который любил волшебные глупости! Снято! Это было превосходно! Спасибо! Но вы еще не видели мой следующий трюк! И... мотор! Вот как я могу! Снято! Потрясающе! Ну что, теперь мой учи-гучи-танец! Конечно! Но не мог бы ты сперва пожонглировать? Без проблем! Например... огурцами! И розовой свинкой! И клаксоном! Снято! Изумительно! Снято! Снято! Но когда кино наконец началось, котята не могли поверить своим глазам! Что? Жили-были два котенка по имени Котя и Катя! Они были очень плохими котятами, которые не держали своих обещаний! А что мы думаем о котятах, которые не держат обещаний? Бу! Бу! Я ухожу! И я! Бу! О, нет! И тут появился таинственный незнакомец! Что случилось, котятки? Один злой Эльб испортил наше кино! Потому что мы не сняли его глупый танец! Неужели? А почему он решил, что вы его снимете? Ну, потому что мы обещали! После того, как он выполнил свои обещания! Хм! А он сделал всё, что обещал? Да! Но он показал столько разных фокусов, что танец нам стал уже не нужен! Значит, он выполнил своё обещание, а вы нет! Ну, да! А что бы вы подумали, если бы Эльф не сдержал своё обещание? Что нельзя верить Эльфам! А! Я понял! Обещая что-то, ты даёшь понять, что тебе можно верить! Спасибо, мама! Эй! Ну, как вы догадались? Давай попробуем снова, Катя! Но на этот раз мы сдержим обещание! Правильно! Уговор есть уговор! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в своё большое киноприключение! Но на этот раз... А теперь волшебное жонглирование! Да! Постой! Нет! Мы должны снять ещё одну сцену! Но жонглирование, это же так весело! Согласен! Нам и дали обещание, и должны его сдержать! Точно! Мистер Эльф, пришло время... Учи-гучи! И... Мотор! Учи-гучи, 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 гу! Учи-гучи, 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 учи-гучи! Танцуют все! Во что сегодня поиграем, Катя? Не знаю! Заглянем в коробку! Смотри, Котя, гитара! И скрипка! Мы будем играть на сельской дискотеке! Да, что-нибудь зажигательное! Мяу-мяу, котики, вперёд! Захватив инструменты, Котя и Катя поспешили на большую ферму. Этот амбар как нельзя лучше подойдёт для танцев. Доброе утро! Что вам угодно? Хотим в амбаре вашем танце устроить! Мы музыканты! Прекрасно! Я дам вам бумагу и краски! Нарисуйте афишу, чтобы всех оповестить! Отлично! Спасибо вам! Идём, Котя! Будем рисовать афишу! Увидишь! Все на танце сбегутся, как только афишу прочтут! Котя и Катя принялись рисовать афишу. Они были так увлечены приготовлениями к танцам, что не увидели нежданных гостей. Как дела, Бурёнка? Да она голодная! Эй, ты что? Не ешь наши кисти? Мы же афишу рисуем! Эй, не трогай! Это наши инструменты! Мы будем на них играть! Ха! Она, видно, музыку любит! Обед готов! Все за стол! Обед! Есть хочется! Мне тоже! Котя и Катя вбежали в дом и уселись за стол! Обед был очень вкусным! Они не заметили, что происходило за окном! Спасибо за обед! Идём, Катя! Время не ждёт! О, нет! Афиша промокла! И кисти с красками пропали! Это всё голодная корова! Что ж, придётся обойтись без афиши! Катя, скрипки тоже нет! Мышь! Она её утащила! Смотри! Корова по ней прошлась! Вот тебе и танцы! Вдруг появился таинственный незнакомец! Что это вы приуныли, ковбои? Мы не сможем на танцах играть! Почему? Мы рисовали! И нас позвали за стол! Мы пошли обедать! А тут вот дождь начался! Афиша и промокла! Но ведь у вас остались инструменты! Не остались! Животные их сломали! И что же вы сделали, чтобы вещи были в целости и сохранности? Да ничего! Тождь-то не остановишь! И животных тоже! Эй! Я понял! С погодой и животными ничего не поделаю! Но можно убрать вещи в надёжное место! Спасибо, пап! Эй! Как вы догадались? Начнём сначала! Катя! Но в этот раз уберём вещи подальше от дождя! И от копыт! И от зубов! И от воришек! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя взяли инструменты и снова отправились на большую ферму! Но сейчас, когда их позвали обедать... Обед готов! Все за стол! Уже идём! Только вещи в надёжное место спрячем! Котя и Катя! Котя и Катя! Котя и Катя дорисовали афишу и повесили на самом видном месте! А когда все собрались на танцы, котята играли так, что ноги сами шли в пляс! А что сегодня поиграем, Катя? Не знаю! Давай заглянем в коробку! Смотри! Цилиндры! И плащи! Мы станем фокусниками! Да! Выступим в театре магии «Фокус-покус»! Мяу-мяу! Котики вперёд! Котя и Катя поспешили на представление в знаменитый театр магии! Ух ты! Какие артисты, Катя! О! Настоящие звёзды! А мы лучше сейчас всех как удивим! Закрыто! Эй, открывайте! Мы выступать пришли! Привет! Кто такие? Великие фокусники! Откройте дверь! Мы таких фокусов напоказываем! Всего-то и нужна капля волшебства! Дверь и откроется! Проще простого! Будет ему волшебство! Внимание! Сейчас этот пончик исчезнет! Момент! Та-дам! Браво, юноша! Но я имел в виду совсем другое волшебство! Это же хороший фокус! А может, мы вместе фокус покажем? Да, точно! О, какой сюрприз! Волшебство сотворись! Кысь, кысь, кысь! От земли оторвись! Вуаля! Браво, детишки! Но я имел в виду другое волшебство! Котя и Катя растерялись! Какое такое волшебство имеет в виду страж? Я понял! Магические искры! Да! Это то, что нужно! Сезам, откройся! Смотри-ка, у нас получилось! Эй, а куда это все расходятся? Представление окончено, вы опоздали! Окончено? Так нечестно! Мы надели костюмы фокусников и показали ему наши лучшие фокусы и все равно он не открыл нам дверь не стать нам звездами! Вдруг появился таинственный незнакомец! Почему грустим, котятки? Страшно, с театр магии не пустил! Как это? Мы не знаем! Он хотел какого-то волшебства! Мы и показали наши лучшие фокусы! Даже магические искры! Может, он другого ждал волшебства? Конечно, Котя! Как же мы забыли! Волшебные слова! Какие? Фокус-покус? Нет, глупый! Абра-кадабра? Нет! Сезам? Крэкспэкс? Нет! Я шучу, Катя! Я их знаю! Пожалуйста и спасибо! Самые сильные волшебные слова! Правильно! Спасибо, мам! Эй, как вы догадались! Скорей, Катя! Начнем сначала! Да! Но в этот раз мы скажем волшебные слова, чтобы дверь открылась! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь отправились в театр магии, но в этот раз, когда они подошли к двери... Привет! Кто такие? Великие фокусники! Мы бы хотели войти, чтобы поучаствовать в представлении! Вы не откроете нам дверь? Пожалуйста! Ура! Извините, но мы не можем пройти! Скажи волшебное слово! Спасибо, что открыли нам дверь! Добро пожаловать! И поторопитесь! Ваш выход! А сейчас... Момент, которого вы так ждали! Только бы получилось! Вуаля! Спасибо! Спасибо! Правильные волшебные слова открыли Коте и Кате дверь в мир настоящей магии! Спасибо! Королевский наряд Во что сегодня поиграем, Котя? Давай заглянем в коробку! Смотри, сантиметровая лента! И ножницы! Станем бортными! Да! И для короля наряд сошьем! Королях Жукляндии! Мяу-мяу! Котики вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и побежали прямиком в Королевский дворец Жукляндии. Ваше Величество! Королевские портные! О, здравствуйте! Завтра я собираюсь передать трон своему сыну, принцу Букашке. Итак, королевские портные, приказываю вам сшить с ног сшибательный наряд для будущего короля. Мам, да я бы просто футболку надел! Все необходимое здесь! Пуговицы из жемчуга настоящего, разумеется! Золотая нить 24 карата! И самое драгоценное – этот шелк, над которым тысяча шелкопрядов трудились целых пять лет! И имейте в виду его ровно впритык! Мы готовы начать! Снимем мерки с вашего Высочества! Ваше Высочество! Хе-хе, щекотно-то как! Длина! Девять! Севесть! Есть! Далее! Семь! Семь! Есть! Сколько ног? Одна, две, три... Будьте здоровы! Сколько было? А, ну точно! Три, четыре, пять! Пять ног! Пять ног? Ты уверен? Да, я сосчитал! Ладно, пять! Есть! Все, Ваше Величество! Славно! Мы вернемся вечером! Класс! Ну, за работу! О, просто великолепно! Примерь пирожок! Как от вороты? Пойдет! Ну, а плечики? На моих плечах! А штанины? Пирожок! Штанины как? Трудно сказать! Я не нашел шестую! Шестую? Вы пошили штаны всего для пяти ног! Вы что, не умеете считать? И что нам теперь делать с этим? Стража! Приказывай бросить их в темницу! И тут появился таинственный незнакомец! Что случилось? Королевине понравился наряд, что мы шили на коронацию принца! Как же так? Он плохо сел? Ну, он сел-то не везде! Мы шили штаны всего на пять ног, а надо было на шесть! Как же вы промахнулись? Я не знаю! Мы все мерки сняли! Ну, и сколько же раз вы все измерили? Один! С чего же вы взяли, что все измерили правильно? О! Я все поняла! Если что-то измерить несколько раз, можно быть уверенным, что все мерки были сняты правильно! Спасибо, пап! Эй! Как вы догадались! Начнем сначала, Катя! Но в этот раз мы все-все перепроверим! Прежде чем приступить к шитью! Теперь понятно! Летим обратно! Королевские портные Котя и Катя вновь побежали во дворец, но в этот раз решили дважды проверить снятые мерки, чтобы не ошибиться! Пять ног! Это точно? Пересчитаю! Одна, две, три, четыре, пять, шесть! Стой! Одна, две, три, четыре, пять, шесть! Нет, Катя, их шесть! Шесть! Есть! И тогда, проверив все несколько раз, Котя и Катя покроили и сшили такой наряд, который как нельзя лучше подходит к королю! Дип-дип, ура! Ай-да-мы! 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 Ура! Катя-Котя-Степ Во что сегодня поиграем, Котя? Заглянем в коробку! Смотри! Цилиндры! Туфли для чечетки! Давай будем танцевать Катя-Котя-Степ! Я не очень хорошо умею танцевать! Не волнуйся! Это просто! Мяу-мяу! Котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и побежали на телестудию на передачу «Мы ищем таланты». Мы – танцующие котята! Когда наш выход? Вы идете четвертыми сразу после группы «Утята не промаха». Котя, давай будем репетировать! Потом! У нас куча времени! Дамы и господа, встречаем аплодисментами! Йо-йо! 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 Йо-йо-йо-йо-йо! Йо-йо-йо! Йо-йо-йо-йо-йо! Йо-йо-йо-йо! 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 Отличный номер! Давай, Котя! Надо репетировать! Не волнуйся! Это просто! А теперь приготовьтесь восхищаться! Восхитительный магно! Котя! Научи меня! У нас совсем нет времени! Не волнуйся! Это просто! А теперь давайте поприветствуем кряканьем группу «Утята не промах!» Кря-кря-кря-кря! Так, котята, приготовьтесь, вы следующие! Какой ужас! Научи же меня поскорей! Ну ладно! Смотри! Все просто! Лапки вверх, лапки вниз! И кивок, и поворот! Тряска-тряска-тряска! Прыг-прыг-скок! Это успех! Катя, Котя, Степ! Теперь ты! Стой! Что вначале? Я же показал! Лапки вверх, лапки вниз! И кивок, и поворот! Я не могу! Слишком сложно! Это просто! Делай то же, что и я! Теперь коти и Катя на сцену! Ты готова? Нет! Давай! Все просто! Лапки вверх, лапки вниз! И кивок, и поворот! Что ты делаешь? Прыг-прыг-скок! Мы танцуем, Катя-Котя, Степ! Я в таланте! Да вы что? Уходите! Идите со садами! Это ты все испортила! Это ты во всем виновата! Вдруг откуда ни возьмись, таинственный незнакомец! Ого! Что случилось? Катя все-все испортила! Как? Я научила ее танцу, а она все перепутала! Потому что сложно! Совсем не сложно! Просто! Видишь? Так любой сможет! Нравится жонглировать! Ты так умеешь? Нет! Жонглировать тяжело! Мне кажется, просто! Это для тебя, а для меня нет! А-а-а! Теперь я понял! Если что-то дается тебе легко, не значит, что это будет легко остальным! Спасибо, мам! Эй! Как вы догадались! Ха-ха-ха-ха! Давай попробуем снова! На этот раз я обещаю, что дам столько времени, сколько нужно! Будешь танцевать, как я! А может, даже лучше! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в танцевальное приключение, только на этот раз! Порепетируем, ладно? Конечно, Катя! Котя был терпелив и дал Кате достаточно времени, чтобы научиться! Давай еще раз! Получится! Когда что-то не получалось, Котя показывал снова! Нет! Три надо прыжка! Да! Точно! Пока она не запомнила весь танец! По-моему, все! Ты молодец! А теперь, Котя и Катя, на сцену! Ты готова, Катя? Я готова! Лапки вверх, лапки вниз! И кивок, и поворот! Треска, треска, треска! Прык, прык, скок! Это успех! Катя, Котя! Степ! Пап-па-пап! Тихий час Во что сегодня поиграем, Котя? Заглянем в коробку! Котя, смотри! Труба и барабан! И шляпы оркестрантов! Давай станем оркестром и будем играть музыку! Мне эта идея нравится! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и пошли с инструментами в Другвиль, самый дружелюбный город! Где же все дружелюбные люди? Может, они дома? Смотри, библиотека! Наверняка там кто-то захочет послушать музыку! О, музыканты! Люблю музыку! В Другвиле ее любят все! Отлично! Прошу вас, уйдите! Она сказала, что любит музыку! Наверное, не нашу! Эй! Давай зайдем в полицейский участок! О, это же оркестр! Обожаю оркестровую музыку! Ура! Полицейский участок! Что, вас украли? Что? Конфетти и надувной меч? Что? Что? Эй! Вы двое! Хватит! Вам необходимо уйти! Сейчас же! И ему не нравится наша музыка! Наверное, мы играли слишком тихо! Давай зайдем в детский сад! В тихий час так спокойно! О, вот это сюрприз! Наши дети просто в восторге от музыки! Отлично! Дети, успокойтесь! Тихо! Тихо! Успокойтесь! Пошли отсюда! У меня уши болят! Никому вдруг Вилли не нравится наша музыка! Этот город, по-моему, надо было назвать Ворчун-Вилли! Вдруг, откуда ни возьмись, таинственный незнакомец! Что случилось, котята? Мы хотели стать бродячим оркестром и играть музыку! Но никому это не надо! Правда? Откуда вы знаете? Библиотекарь сказал, что любит музыку! Мы стали играть, а нас попросили уйти! Полицейский тоже сказал, что любит музыку! Но когда мы стали играть, попросил прекратить! Дети обычно в восторге от музыки, но когда мы стали играть, они заплакали! Вот! Им совсем не нравится наша музыка! Что делали посетители библиотеки? Читали! А полицейский? Говорил по телефону! А дети? Спали! Так, вы любите, когда кто-то шумит, а вы читаете, разговариваете или спите? Нет! Слушай, наверное, все хотели, чтобы мы прекратили, потому что хотели тишины! Точно! А не потому, что не любят музыку! Да! Теперь я понял! Бывает, что есть время и место, когда шуметь нельзя! А бывает так, что это можно! Спасибо, мам! Эй, как вы догадались! Давай попробуем снова! Но на этот раз мы обязательно спросим у всех, можно ли нам сыграть! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в приключения бродячих оркестрантов. Но на этот раз они играли не тогда, когда хотели сами, а когда это было удобно для всех. Я люблю музыку, но в библиотеке должно быть тихо! Мы знаем! В центре города есть сцена, которая вам подойдет! Придете нас послушать, когда закроется библиотека? С удовольствием! Здравствуйте! Хотим пригласить вас на концерт после работы! На городской сцене! Обязательно приду! Полицейский участок! Кто-то украл ваши спагетти с котлетами? Не волнуйтесь, мы их вернем, даже остыть не успеем! Мы будем играть на городской сцене! Приводите детей! Музыка! Котя и Катя, наконец, нашли идеальное место для концерта бродячих оркестрантов. Ведь, как вы поняли, музыка в правильном месте в правильное время нравится всем. Злючка-колючка Во что сегодня поиграем, Катя? Давай заглянем в коробку! Краски! Кисти! Фартуки! Мы станем художниками! И у нас будет своя студия! Мяу-мяу, котики, вперед! Когда Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки, комната превратилась в удивительную студию художника. Я уже все придумал! Нарисуем рассвет, как этот. Потом натюрморт, как этот. И, наконец, серьезный портрет, как этот. Мы столько нарисуем, что сможем устроить выставку! Да! Картина первая. Рассвет над городом. Бери акварель, солнце уже встает. Хорошо! И вот оно! Нет! Тучи испортили всю картину! Не беда, Котя! Нарисуем натюрморт! Ладно! Котя решил перейти к следующей части своего замысла. А Гоша, Тоша и Тимоша расставили предметы для натюрморта. Супер! Давай рисовать! Все, как я и задумал. Руль, колесо... Только не это! Так-то лучше. Педали, сиденье... Ничего смешного! Давай рисовать портрет! Хорошо, извини. Ну вот, отлично, ребята. Так и стойте. Молодцы! Возьмем желтого. Наконец-то все шло, как задумал Котя. И тут... Не шевелитесь! Хватит, прекратите! Сам прекрати! Ты такой зануда! Значит, мне прекратить? Ладно, я ухожу! Так нечестно! Вот тебе и поиграли в художников. И тут появился таинственный незнакомец. Что у вас тряслось, художники? Все пропало! Рассвет испортил дождь! Натюрморта развалился! А вместо серьезного портрета чихающей утки я не рисовал ничего из того, что задумал. Ты задумал? Разве можно предвидеть, когда будет дождь? Или что-то упадет? Или когда кто-то чихнет? Нет, наверное. Совершенно верно! Жизнь полна сюрпризов, зато с сюрпризами не соскучишься. А, я понял! Даже если все идет не как задумано, это не повод, чтобы злиться! Как хорошо сказано! Спасибо, мам! Эй, как вы догадались? Ха-ха-ха! Идем, Катя! Начнем заново! Да, будет весело! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя начали с самого начала. Но на этот раз, если что-то получалось не как задуманно, Котя старался смотреть на это по-другому. Кажется, дождь собирается. Эй, я придумал новый сюжет для картины. Я назову ее «Мокрое-мокрое утро». А когда натюрморт стал разваливаться, Котя взмахнул кистью и нарисовал кое-что другое. Это называется «Падающий велик и ледящие фрукты». Ха-ха! Как здорово! И в этот раз, когда утята чихнули... Чих! Картина под названием «Большой чих». Ух ты, шедевр! Ха! А вот и моя картина, Котя. Называется «Злючка-колючка». Это ты, когда сердишься. Ха-ха-ха! Мне нравится! Ха-ха-ха! Нарисовав столько прекрасных картин, Котя и Катя стали обсуждать собственную выставку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова